Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил, всех, кто служил в армии и на флоте с наступающим праздником – Днём Защитника Отечества. Этот праздник отмечает вся страна. Мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть с собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, всегда сильнее любых самых тяжёлых испытаний. Недавно мы отметили 75 лет Сталинградской битвы, в которой во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа. А подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории. Как и другие грандиозные битвы, Великой Отечественной, пошедшие в летопись ратной славы нашей страны. И сегодня самые тёплые слова в адрес наших ветеранов. Современные вооружённые силы России следуют вашим заветам, понимают и чтут высокое предназначение ратного труда, приобретают собственный опыт в ходе стратегических тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов и их формирования. Хотел бы ещё раз поблагодарить заслужбу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца. Уважаемые товарищи, события последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех её составляющих. Ещё больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения. Опираемся при этом на потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, на его лучшие предприятия, на достижения научно-исследовательских, конструкторских центров. Они уже доказали и свою состоятельность, и глобальную конкурентноспособность. Особая роль в развитии и укреплении наших вооружённых сил принадлежит офицерскому корпусу России, командирам всех уровней. Их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, но отлично знать военную науку – основа успешного выполнения задач нового уровня. И, конечно, офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным отцом-командиром. Показывать подчинённым пример честной, ответственной службы, хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны. Убеждён, так оно и будет. Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с Днём Защитника Отечества. Желаю вам успехов, здоровья, благополучия и вам, и вашим близким. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...